Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами рассмотрим, как я вам и обещала, бантики из глиттерного фоамирана. Еще его называют блестящий фоамиран. Вот такие чудесные бантики у нас получатся. Вы можете сделать их как на крокодильчике, так и просто на резиночке. Вот так. Посмотрите, какие симпатичные, милые бантики. Делаются они очень легко, затрат на них очень мало. Чем покупать в магазине, например, вы можете сами порадовать своего ребенка вот таким красивым подарком. Ну что, давайте приступим. А, еще хотела, кто, может быть, не видел изготовление вот таких бантиков, я показывала в предыдущих видеороликах, это точно такие же. Вы можете посмотреть их тоже. А вот самый большой бантик. Такой милый, красивый, очаровательный. Он тоже делался из обычного китайского фоамирана. Ну что, давайте приступим. И рассмотрим мастер-класс с вами. Уберу немножко в сторону украшения, чтобы они нам не мешали. И начнем. Для изготовления нам потребуется лист глиттерного фоамирана. Чтобы была экономия материала, я делаю вот так. И, соответственно, потом напополам делаю полосочку. У меня уже приготовлены две вот таких заготовочки. Сейчас я вам скажу размер. Здесь вы уже, конечно, можете делать на свое усмотрение какие-то, допустим, бантики. Как я вот вам показала, можно и маленький сделать, и большой. Конечно, из глиттерного вот такой маленький не сделаете, но, тем не менее, можно сделать еще меньше, чем эти. Или больше, соответственно. Ну что, давайте приступим. Значит, вы отрезаете полосочку. Полосочка идет у нас с вами шириной 3,5 см. Можно даже отрезать 3 см. Здесь чуть побольше, здесь чуть поменьше край. Как бы оно не страшно. Чтобы, допустим, у вас было ровно, вы таким образом загибаете. И прям я отрезаю. Я не меряю края, просто на глаз отрезаю. Все, давайте это уберу. Берем с вами заготовки. И понадобится еще вот такая тоненькая заготовочка для именно серединки. Серединку вы можете использовать как такого же цвета, так и другого цвета. Или, допустим, вообще взять, допустим, обычный китайский фоамиран или фетр приклеить в серединку. И какие-то стразинки, бусинки еще наклеить. Тогда будет еще интереснее бантик. Если получится, у меня, может быть, я сниму мастер-класс по такому бантику. Ну, и не получится, значит, пробуйте сами. Смотрите, что мы делаем. Мы загибаем полосочку. Таня сказала вам размер. 3 сантиметра. Она где-то идет на 10 сантиметров. И маленько прижимаем, чтобы он не расходился. Он толстый. Видите, сразу поднимается. Но нужно нам его загнуть вот так, вовнутрь, золотистыми блестками. Затем мы берем шаблон, где вот это вот, как у нас две, да, открывается. Значит, мы прикладываем шаблончик сюда, к основанию. Вот он у нас получился. Можете взять зубочистку или такую палочку. Они продаются для декорации ногтей. И, значит, что мы делаем? Мы обводим наш шаблон. Убираю в сторону. Беру второй и делаю то же самое. Шаблончик вам скину. Ну, вы можете его нарисовать сами. Нет ничего сложного, если честно. Я вообще просто наугад нарисовала первый папашки. И у меня первый бантик был вот такой. Я просто его отрезала так сама, без всякого шаблона. Так, смотрите, что мы делаем дальше. Вот здесь вот сильно тонко получилось, тонко сильно не делаем. Так, не обрезаем. Чтобы у нас здесь с вами не порвался фоамиран. Примерно у нас должно чуть меньше получится. Примерно такое же расстояние, можно чуть меньше. И отрезаем. Ненужный фоамиран. Так вот. И с этой стороны. Вот что у нас с вами получилось. Проделаем то же самое с другой. Так. Сразу обрезаем все заготовочки. Это делается очень быстро. Если вы делаете на продажу, лучше нарисовать, нарезать заготовок. Это вам сократит время. Все это можно убрать. Но вы не выкидывайте пока эти кусочки. Потому что они, возможно, пригодятся вам для каких-то, я не знаю, может мелких бантиков или еще что-то. Поэтому пока уберите в пакетик или в коробочку, чтобы они, ну, может быть, у него понадобится еще. Либо, может быть, вырезать. Видите, здесь вот, допустим, широкая полоска. Вполне возможно, что отсюда можно вырезать кусочек. Но у меня уже полосочка отрезана, поэтому я не буду заморачиваться. Так, что мы делаем теперь? Мне нужен термопистолет. Давайте я его включу, пусть он нагреется. И продолжим с вами работу. Пока нагревается наш термопистолет, я решила вам еще показать, что нужно сделать, чтобы нам не тратить время на потом. Потом, пока он нагревается, мы с вами, смотрите, что делаем. Примерно вот так, с этой стороны, с этой, мы с вами убираем блестки. Блестки убираются для того, чтобы у нас потом резинка, крабик или что-то приклеилось очень хорошо. Потому что, когда вы будете наносить клей, они приклеятся на блестки, и блестки отходят. Вместе с резинкой, соответственно, все отпадет, что будет не очень качественно и недолго прослужит. У меня вот такая палочка, с одной стороны острая, а с другой стороны плоская. Вы можете использовать что-то другое, даже просто ножницами аккуратненько. или просто даже вот так вот. Мне даже больше нравится ногтем, оно получается чище и быстрее, если честно. Видите? Так, ну вот. Все. Уберем в сторону. Термопистолет, по-моему, нагрелся уже. Что мы делаем? Нам теперь нужно приклеить, как делали мы вот такие бантики с вами в предыдущем видеоролике. Вот. Видите? Мы будем приклеивать, и у нас, скажем, не сам бантик не приклеится, не приклеится потом резиночка на бантик. Мы будем делать резиночки с вами. наносим клей. Наносим клей. Немножко наносим клеем и приклеиваем. Сначала одну сторону. Всегда убираю сразу же ненужный нам клей, чтобы он не мешался и не создавал объем. Затем наносим еще клей и уже приклеиваем второй хвостик нашего бантика. Все. Вот такой бантик у нас с вами получается идти. Так, продолжаем дальше. Наносим сюда клей, на второй бантик, и точно так же закрепляем. Ненужный клей убираем. Так, далее, что мы делаем с вами? Нам нужно с вами прочистить эту сторону еще. и тут. Чтоб все надежно было закреплено. Теперь мы берем такую полосочку, отрезаем. Можно тоньше, можно толще. Зависит от того, как вам нравится. Я вот, не знаю, размешиваясь, я вам скажу, какой здесь получается. Так, где-то 0,8 примерно. По длине тут не угадать. У каждого будет своя длина, поэтому сами думайте, какую делать. Так, дальше смотрите, что мы делаем. Мы наносим клей и приклеиваем по серединке нашу резиночку. Просто так прижимаем. Клей горячий, поэтому такими движениями я делаю. Так, второй бантик. Ну вот, почти все. Теперь берем с вами повязочку. Нужно с этой стороны нам также с вами убрать блестки. И приклеиваем вот сюда. Наносим клей. Не знаю, насколько там хорошо видно. Все, мы приклеили. Хорошо приклеилось у нас все. Теперь мы с вами меряем. Меряем, насколько у нас закрепится бантик. Так. И отрезаем. Теперь что мы с вами делаем. Мы наносим посерединке клей немножко, чтобы более закрепить. Так. И наносим сюда клей аккуратненько. и вот таким способом с вами прижимаем. Все. Видите, наш бантик готов. Заколочка, вот такая заколочка делается двумя способами. Либо на само основание приклеится фоамиран иранский или китайский. Вот такой на само основание. И затем вот это место полностью счищается от блесков и приклеивается. Тогда будет держаться. Либо заколочка также заправляется туда, как резиночка. Так. Давайте повторим. приклеиваем полосочку клея. Не знаю, насколько там хорошо видно, уже начинает темнеть на улице. Если что, пишите, задавайте вопросы, я вам обязательно отвечу. Так. Обворачиваем и смотрим, где обрезать. Наносим на серединку клей. и затем уже наносим клей непосредственно либо на эту сторону, либо сюда. Я наношу сюда, потому что здесь не угадаешь, где оно завернется и на каком месте закончится. Так, все. И прижимаем, прям хорошо прижимаем. все. Счищаем все эти паутинки, весь клей убираем с заколочек. Ну вот, смотрите, что у нас вышло с вами сегодня. Сейчас они еще немножко приклеются, горячие, еще теплые. Вот такие бантики у нас чудесные с вами получились. я думаю, что мастер-класс был понятен, полезен. Если он вам понравился, ставьте, конечно же, пальчик вверх, подписывайтесь на канал, где будет выходить еще много видеороликов. Немножко попозже я вам покажу, как сделать такой же бантик, только с двойной, скажем так. Будет два цвета присутствовать, это будет интересно, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить этот мастер-класс. Ну и конечно же, возможно даже сегодня, возможно завтра, послезавтра выйдет мастер-класс по изготовлению вот таких милых ромашек. Мы с вами рассмотрим не конкретно изготовление резинки, а именно изготовление вот такой чудесной ромашки. А как вы уже будете использовать ее, это уже на вашу Ну все, дорогие друзья, всем до свидания, до новых встреч, не забывайте ставить пальчик вверх, ну и подписываться на мой канал. Всем до свидания. Продолжение следует...